Двери подсознания открываются дважды, когда мы просыпаемся и когда засыпаем. Это простая физиология и химия мозга. У нас есть циркадные ритмы. Когда встает солнце, наше тело запрограммировано высвобождать серотонин и другие гормоны, способствующие пробуждению. Так наш мозг переходит из состояния дельта к тета, к альфа, к бета. Он как бы скользит и возвращается в сознание. А когда вы ложитесь спать из состояния бета, вы движетесь наоборот к дельте. Если вы волнуетесь и не можете отогнать мысли, вы остаетесь на уровне бета. Ваши мысли не дают спать вашему телу. И ваше состояние не меняется. И когда во время пробуждения и засыпания мы достигаем состояния альфа, наши аналитические способности подавляются. А когда наступает тета, мы погружаемся в состояние гипноза. Когда наше сознание открывает двери подсознанию. Потому что сознание от подсознания отделяет аналитический ум. А когда он подавляется, можно запрограммировать человека на что угодно. Привет, я Эван Кармайкл, и я создаю эти видео, потому что когда-то бросил свой первый бизнес. Но в итоге не сдаться и продолжить работу мне помогли истории успешных предпринимателей. Их истории дали мне надежду, вдохновение, амбиции и настрой, что у меня тоже все может получиться. Помогли поверить. И я все еще вдохновляюсь такими историями и рад, что могу делиться ими с вами. И сегодня мы будем учиться у потрясающего и единственного в своем роде Джо Диспенза. Что происходит с людьми, пока они не дотянулись до своих телефонов? Кстати, согласно статистике, 86% западных людей первым делом хватают свои телефоны и начинают поглощать знакомую информацию. Почему это проблема? Я никогда не говорю людям, как думать. Но я даю им информацию, которая пробуждает их задуматься. А телефон напоминает им о понятных вещах. Каждый человек, объект, предмет вновь занимает свое место в нашем мозге, потому что мы уже имели с ними дело. И все наши коллеги, начальники, близкие вызывают у нас те или иные эмоции. И когда мы начинаем реагировать, мы пробуждаем те же знакомые эмоции. То есть среда начинает контролировать наши чувства и мысли. А все, что контролирует то, как мы думаем и чувствуем, делает нас жертвами этого. То есть что-то программирует нас чувствовать себя определенным образом. Это неплохо, ведь мы должны отслеживать свои счета и так далее. Но если это будет первым утренним делом, ведь дверь между сознанием и подсознанием открыта, так почему бы не запрограммировать себя на новое поведение? Почему бы не попробовать по-новому взглянуть на своих детей, супругу, отношения с людьми, самим собой, чтобы улучшить наше взаимодействие? Если вы действительно поддерживаете эволюционную игру, если проживаете каждый день как целую жизнь, над чем я сегодня работаю? Как могу улучшить свои отношения с этим человеком? Могу ли начать думать иначе? Могу ли стать осознаннее? Могу ли перестать действовать, реагировать на автомате? Могу ли начать контролировать свои эмоции? Если так, то вы в игре. Вы не на трибуне, вы на поле. И все это даже до того, как вы взяли в руки телефон. Потому что после пробуждения зачастую мозг начинает воспроизводить прошлое. Люди начинают думать о проблемах, а проблемы – это воспоминания, впечатанные в мозг, связанные с определенными людьми, событиями, местами. И когда они думают о проблемах, они концентрируются на прошлом. Они чувствуют себя несчастными, их тела погружаются в прошлое. А если вы верите, что ваши мысли влияют на вашу судьбу, а тут еще и эмоции подключаются, и ваше тело погружается в прошлое, а то, как мы думаем и чувствуем, определяет наше состояние, то тут и возникает проблема. Если ты не можешь думать позитивнее, чем ты чувствуешь, но при этом веришь, что мысли влияют на твою судьбу, осознавая, что чувства и эмоции сейчас проигрывают прошлое, то ты живешь в прошлом, и твоя жизнь остается прежней. Правило номер два – подключи свой мозг. Большинство людей пытаются создать новую реальность на основе той же личности, но это не работает. Мы должны буквально стать кем-то другим. Другими словами, мысли – это язык мозга, а чувства – это язык тела. И то, как вы думаете и чувствуете, и определяет ваше состояние. У всех нас есть опыт, пробуждающий наши эмоции. Эмоции страха, гнева, горечи, разочарования, беззащитности. И эти эмоции становятся частью нашей индивидуальности. И когда к нам приходят определенные мысли, которые запускают определенные процессы в мозге, соответствующие состоянию беззащитности, мы чувствуем себя беззащитными, что провоцирует больше соответствующих мыслей, и этот процесс зацикливается. И такое цикличное повторение время от времени задает программу нашему подсознанию беззащитности, и человек уже считает себя беззащитным. А когда вы повторяете себя «я такой-то» и «такой-то», вы направляете свое тело и мозг к соответствующей судьбе. Так для большинства людей их биология определяется их прошлым. А если вы определяетесь невидением будущего, невидением новых возможностей в жизни, то вы остаетесь заложником прежнего цикла мозга и эмоций прошлого. И вопрос здесь – можете ли вы поверить в будущее, которого вы еще эмоционально не испытывали, но о котором много думали? Настолько много, что ваш мозг стал воспринимать этот опыт, как уже свершившийся. Последние исследования нейронауки подтверждают, что можно изменить свой мозг с помощью одних только мыслей. И когда вы начинаете думать о новых возможностях, и ваш мозг начинает активировать новые последовательности, паттерны и комбинации, а вы начинаете планировать свое поведение, мысленно анализируя, кем вы хотите стать, то такое простое мысленное повторение начинает инсталлировать новые циклы в вашем мозге. Теперь ваш мозг не проигрывает заново прошлые программы. Теперь он формирует карту вашего будущего. А если вы также вовлекаетесь в это эмоционально, еще до того, как это будущее осуществилось, то, другими словами, вы не просто ждете исцеления, не просто ждете новых отношений, чтобы почувствовать любовь, не просто ждете мистического опыта, чтобы испытать благоговение, не ждете успеха, чтобы ощутить себя сильным. Это все старая модель причины и следствия. То есть материалисты ждут, пока к ним придет богатство, чтобы ощутить изобилие. Они живут моделью причины и следствия. Но квантовая модель – это модель вызывания эффекта. То есть ты начинаешь проживать опыт собственной ценности и изобилия, пока это еще не пришло в вашу жизнь. Вы должны прочувствовать целостность, чтобы исцелиться. Мы должны прочувствовать любовь к себе и к жизни, чтобы в нашу жизнь пришла любовь. Должны эмоционально научить свое тело чувствовать то, чего в нашей жизни еще не было. И если все правильно сделаем, то наше подсознание начнет верить, что оно уже сейчас существует в этой реальности будущего. Таким образом, мы сможем посылать новые сигналы, которые смогут изменить состояние нашего тела на то, в каком бы оно пребывало, если бы событие уже произошло. Процесс изменений и медитативная модель требуют необходимости отучиться и переучиться, избавиться от привычек старого себя и создать себя нового. Можно сказать, что нейронаука отсекает синаптические связи и производит новые, разъединяет и отключает, и соединяет, и подключает. Отказывается помнить эмоции, хранящиеся в теле, и перепрограммирует тело на новые мышления и новые эмоции. Перестает посылать прежние сигналы и формирует сигналы новые. Перестает вытаскивать энергию из прошлого и начинает инвестировать энергию в будущее. Правило номер три – контролируй свои мысли. Большая часть наших сегодняшних мыслей повторяет мысли вчерашнего дня, а конкретно – 90%. И те же мысли приводят к тем же выборам, те же выборы к тому же поведению, то же поведение к тому же опыту, а тот же опыт вызывает те же чувства и эмоции. Таким образом, наша биология нисколько не меняется. И подобное многократное повторение задает автоматические программы в мозге и теле. По сути, на 95% мы – это наши подсознательные программы, которые мы многократно повторяли. И теперь наше тело воспроизводит их автоматически без участия сознания. Но если вы по-настоящему хотите измениться, и вы понимаете, что ваша личность создает вашу реальность, а ваша личность формируется из того, как вы думаете, действуете и чувствуете, и ваша текущая личность создала то, что называется вашей жизнью. То есть, если вы хотите создать свою новую реальность и новую жизнь, вы должны начать менять свою личность, то есть себя. Многие пробуют создавать новую реальность, не меняясь. Но это не работает. Если вы сядете в медитацию и задумаетесь, кем я хочу быть, когда открою глаза, что может стать лучшим выражением меня? Также подумайте, как больше думать не хотите. Что все слишком трудно, я никогда не изменюсь, никогда не получу желаемого. Станьте осознанными в отношении этих неосознанных мыслей. Скажите, сегодня я не позволю этим мыслям незаметно засорять мою голову и закладывать эти программы в подсознание. Затем задумайтесь, как вы хотите говорить, действовать, вести себя. И отметьте, как вести и действовать вы больше не собираетесь. Станьте осознанны в отношении этих неосознанных действий, привычек, и ваши внутренние программы начнут меняться. Также спросите себя, когда я чувствую энергетический спад, какие мной владеют эмоции? Назовите их. И в момент, когда вновь почувствуете спад, поймайте себя на этом. И не возвращайтесь к этим привычным эмоциям. Это поможет вашему телу записать их в прошлое и не тащить их в будущее. Такой процесс я называю выходом за пределы старого себя. Распутыванием старых программ. Медитация означает приобщение. И когда вы сидите и начинаете приобщаться к новым состояниям ума и тела, начинаете объективизировать подсознательную часть себя, в этот момент вы становитесь очень внимательны к подсознательным программам, не погружаясь в них неосознанно по привычке. А затем вы говорите себе, а какие мысли я хочу иметь в своей голове, какие хочу оставить в прошлом, а какие начать загружать в свою голову. И если я начну осознанно их проигрывать, они начнут подгружаться в мое подсознание и заменят старую пластинку в моей голове. Они будут говорить мне, «Ты можешь». Это возможно. Правило номер четыре – учись разучиваться. Вы должны это пробовать, применять. Да, медитация – прекрасная вещь. Она раскрывает ваше сердце. Со мной так и было. Ты раскрываешь сердце, это потрясающее чувство, ощущаешь себя непобедимым, но затем ты встаешь и продолжаешь свой день в тех же неосознанных мыслях и действиях. То есть час осознанности против 15 часов повторения прежних программ. Итак, сколько же времени нам нужно, чтобы перестать об этом забывать и начинать вспоминать? Насколько глубоко мы должны погрузиться в своей неосознанности, чтобы в какой-то момент очнуться и остаться в сознании, когда вы перестаете быть зрителем и выходите на игровое поле? В нашей работе мы постоянно с таким сталкиваемся. Люди говорят, я верил, что это правда. Верил, что можно исцелить себя и изменить свою жизнь. Я слышал множество тому подтверждений, но я никогда не верил, что такое может произойти со мной. И это ключевой момент. Именно тогда человек выходит на игровое поле. Человек, который начинает работать над собой, думает не об исцелении. Он сконцентрирован именно на работе, потому что понимает, что единственный способ исцелиться – это начать меняться. Он не говорит, я буду ждать, когда ко мне придет исцеление и богатство, чтобы начать ощущать благодарность и радость от жизни. Он говорит, я стану благодарным, и тогда начнется мое исцеление. Если я начну ощущать целостность, то и моя генная экспрессия начнет меняться. Он изучает информацию и практикует ее. При этом у него может быть отличная медитация. И мы часто такое наблюдаем. Человек лучше спит, меньше реагирует на боль, он становится энергичнее, но его показатели крови не меняются. Но он не говорит, да, я чувствую лучше, но глобально для меня это не работает. Он говорит, что во мне не позволяет мне полностью исцелиться, что я делаю неправильно. Когда вы задаетесь этим вопросом, вы активируете лобную долю, место обитания вашего подсознания. Когда в конце дня вы начинаете анализировать прожитый день, это очень важный вопрос. Как я провел день? В какой момент я потерял контроль? С кем это произошло? Как я поведу себя в следующий раз? Множество раз я видел, как люди поднимались на сцену и говорили, что им пришлось начать очень внимательно наблюдать за собой и своей жизнью. Насколько я подвержен эмоциям в разговорах с бывшей женой? Насколько я подвержен эмоциям в связи с финансовыми проблемами? Я должен быть очень внимателен. Деактивировать программу стоит огромных усилий и требует крайней внимательности. Ты забываешь и ловишь себя. Черт, я опять ушел в несознанку. Ты не упал, не проиграл, потому что вспомнил. Если ты осознаешь свою неосознанность, ты выходишь за пределы программы. Ты в программе лишь, когда ты неосознан. Как только ты вернулся в осознанность, ты можешь объективизировать самого себя, посмотреть на себя со стороны. Процесс обучения строится на ошибках. Мозг учится на ошибках и неожиданностях. Их множество, но станешь ли ты их повторять? Если да, ты вернешься к старым привычкам, к рутине. Но если скажешь, так, в следующий раз я так не поступлю. Не ради кого-то еще, а потому что твои эмоции, твоя реакция на этого человека и обстоятельства ослабляет твой организм. Разве это того стоит? Это эволюция. А эволюции нужны вызовы. Если вы медитируете просто, чтобы угодить Богу, поступать правильно или лучше думать о себе, спустя какое-то время ваш запал пройдет. Это станет такой же рутиной, как ваш кофе, душ, поездка до работы, и вы не сможете полностью вовлекаться. Ваша жизнь обусловлена вашим прошлым, прошлыми мыслями и эмоциями. Но ваши привычки программируют ваше будущее. Привычки вам известны. Но если вы хотите пребывать в моменте, готовьтесь к неизведанному. А это требует много энергии, осознанности, и если вы начнете это практиковать, ваше тело начнет откликаться. Тренируйте его, в конце концов оно поддастся, и ваша реакция на людей и обстоятельства станет другой, потому что вы преодолеете себя. Правило номер пять – совершенствуй свою осознанность. Я верю, что ваша личность создает вашу реальность. И чтобы изменить свою реальность, свою жизнь, измениться должны вы, потому что ничего не изменится, пока не поменяетесь вы. Люди должны осознать, что 90% их сегодняшних мыслей повторяют мысли вчерашние. Это факт. А те же мысли ведут к тем же выборам. Те же выборы к тем же поступкам. Те же поступки создают тот же опыт, а тот же опыт вызывает те же эмоции, которые в свою очередь провоцируют те же мысли. Наша биология, нейрохимия, гормональная система остается такой же, потому что не меняемся мы. Но повторение одних и тех же циклов в нашем мозге закладывает в нас определенные программы, которые определяют нашу личность. Наши нервные клетки запоминают их и начинают воспроизводить их автоматически. И по сути, к середине жизни мы на 95% представляем собой набор заученных установок. Неосознанных привычек, предустановленных мыслей и реакций, обусловленных эмоцией, уже знакомых нам, которые мы уже даже не идентифицируем как страх или печаль, потому что жили с ними. И человеку часто нужен кризис, травма, диагноз, какая-то критическая точка, которая поставит его на колени и заставит взглянуть на себя со стороны. Развеять свои иллюзии. В этот момент человек начинает задумываться, о чем он, собственно, думает. Начинает обращать внимание на то, как он говорит и действует. И, думаю, начинает задумываться о привычных для него чувствах и таком понятии, как медитация. Слово «медитация» символически означает приобщение. И первый шаг к изменениям и созданию новой жизни, изменению себя во имя создания своей новой реальности, это развитие осознанности и внимательности. В момент, когда вы осознаете свои неосознанные мысли, осознаете свои автоматические привычки и эмоциональные реакции, в момент, когда вы станете осознавать неосознанные состояния своего ума и тела, вы начнете приобщаться к этому состоянию осознанности. Но сколько мы еще продолжим возвращаться в это состояние неосознанности, сколько будем себя на этом ловить? На самом деле, это умение себя поймать и есть наша путеводная звезда. Многие, начиная медитировать, думают, что когда к ним приходят мысли, начинается внутренний диалог или их начинают одолевать эмоции, они делают что-то неправильно. Но я хочу всем сказать, что это как раз таки правильно, потому что вы отмечаете мысли, проносящиеся в вашем сознании, которые раньше оставались незамеченными и для многих остаются. Вдруг вы начинаете ловить себя на каких-то словах. Вы говорите, если я хочу быть счастлив, я не хочу жаловаться, не хочу никого обвинять, жить с чувством вины, не хочу себя жалеть. Я должен перестать это делать. Вы избавляетесь от привычки быть прежним собой. Это требует очень много энергии и осознанности. Наша среда, окружение, обстоятельства всегда способствуют тому, чтобы мы не меняли внутреннюю программу. Наше окружение контролирует, что мы думаем и чувствуем. И когда мы реагируем на наших коллег, когда реагируем на новости, когда реагируем на события нашей жизни, эта реакция зачастую вынуждает нас вернуться к этим подсознательным программам. Но пребывание в состоянии медитации и вера в то, что есть что-то другое по ту сторону наших мыслей, поведения, эмоций, которые заставляют нас чувствовать себя определенным образом, это шаг к неизведанному. И он требует нашего отключения от окружающей среды. В этом смысл медитации. Вы закрываете глаза и ничего не слышите, не видите, не обоняете, не вкушаете. Вы как бы вырываете свое тело из пространства и не позволяете ему вас программировать. Вы учитесь сидеть спокойно, тренируете себя. И вот вы отмечаете у себя эмоцию и ловите себя на этом, не позволяя этой эмоции навязывать вам какие-то мысли. В медитации вы возвращаете свой ум и свое тело в настоящий момент. И это настоящая победа. Правило номер шесть, заключительное перед бонусным видео, измени свою историю. Как бы думал обеспеченный человек? Запиши это, друг. И начни впускать именно эти мысли в свой мозг и перепрограммировать его. Делай это усердно и внимательно и в твоей голове зазвучат новые голоса. Затем подумай, как я буду вести себя сегодня. Как бы поступал наполненный человек? И прежде чем хвататься за телефон и скролить ленту соцсетей, закрой глаза и представь, какая у этого человека должна быть походка. Какое дыхание, какая улыбка, как он приветствует людей, как общается, как ведет себя в пробке. Закройте глаза и проиграйте в голове, как вы все это делаете. Ведь для мозга нет разницы между реальным опытом и воображаемым. Так, спустя какое-то время вы начнете устанавливать себе новые нейропрограммы, в которых будет заложено, что вы все уже это делали. Ваш мозг перестанет проигрывать ленту прошлого, он заякорится в будущем. Продолжайте повторять, представлять, как играете на инструменте, как танцуете, как занимаетесь спортом, неважно. Повторяйте. И этот процесс изменит ваш мозг таким образом, как будто вы уже это делали, как будто у вас уже есть опыт. И дальше вам будет нужно лишь идти по собственному следу. Продолжайте повторять, и это станет вашей программой, и вы начнете вести себя как обеспеченный человек. Все изменится. Ваш уровень энергии, настроение, походка, дыхание, поза. Вы преодолеете старый шаблон. Вы физически и эмоционально будете уже в будущем. С утра даже не открывайте глаза, пока не почувствуете, что готовы принимать дары. Потому что, если не сейчас, то когда? На это требуется всего два часа. Так стоит ли тратить на это тридцать лет по старинке, пытаясь догнать и заполучить это? Человек, который начинает преодолевать свои недостатки, перестает быть зрителем и выходит на игровое поле. И вот, что мы выяснили. Вернемся к теме убеждений. Убеждение – это лишь мысль, которую мы обдумываем снова и снова. Это то, что ты обдумывал так часто, что это уже стало твоей автоматической программой. У нас есть убеждения по самым разным вопросам. Деньги, отношения, Бог, множество всего. И все они основаны на том, что нам говорили или в нашем прошлом опыте. Границы наших убеждений – это наши эмоции. Скажем, кто-то тебя предал или обидел, или отец сказал тебе, что деньги зло или их никогда недостаточно. Это все истории. И они запечатлелись в вас очень ярко, стали корнями вашей личности. Еще раз, эмоции – границы ваших убеждений. И то, как мы думаем и чувствуем себя, определяет наше состояние по жизни. То есть мысль-чувство, мысль-чувство, мысль-чувство формирует наш настрой. Если вы будете проигрывать хорошие мысли, подкрепляя их хорошими чувствами, у вас и настрой будет хорошим. А если это будут негативные мысли и негативные чувства, то и настрой у вас будет соответствующий. Настрой, в свою очередь, формирует наше состояние по жизни. И если суммарно сложить наш настрой относительно чего-то, мы и получим убеждение. Убеждение – это лишь продолжительное состояние. Если вы продолжаете думать одну и ту же мысль, продолжаете подпитывать ей мозг, продолжаете испытывать соответствующие чувства, то многократное повторение этого цикла заставляет подсознание принять это как убеждение. Все убеждения исходят из нашего подсознания. Итак, убеждение, убеждение, убеждение. Вы накапливаете их и формируете восприятие. Восприятие – это продолжительное неосознанное состояние. Так мы редактируем нашу реальность. Большинство людей не видят вещи такими, какие они есть. Они видят вещи такими, какими они их видят. Таким образом, люди воспринимают реальность неосознанно основываясь на своих воспоминаниях. Они могут быть 40 лет женаты на человеке, но не видеть этого человека, а видеть свое воспоминание о нем. И есть исследования, это доказывающие. Так как же нам изменить наше убеждение и наше восприятие? Ну, допустим, скажем, нужда уже укоренилась в нашем сознании. У вас есть история ее подкрепляющая, вы жили на улице, вы все потеряли, вас предал ваш бизнес-партнер и забрал все, даже вашу жену. В общем, все, история у вас убедительная. Теперь вам нужно начать рассказывать себе историю будущего, и вы должны поверить в свое будущее больше, чем в прошлое. Как это сделать? Вы верите в прошлое лишь, когда чувствуете эмоции прошлого. Вы верите в будущее лишь, когда чувствуете эмоции будущего. И чтобы нам изменить свои убеждения относительно самих себя и нашей жизни, мы должны твердо принять решение. И силой его должна быть больше силы уже существующих программ в вашем мозге и теле. И ваше тело должно откликнуться на ваше решение. Этот момент перемен должен стать по-настоящему незабываемым для вас. Физически. Физически. Чем сильнее эмоция, которую вы ощутите в момент выбора, тем тверже будет ваше решение. Как же нам начать освобождаться от старых убеждений? Если по 10-ти бальной шкале ваша травма находится на уровне 6-7 баллов, то ваша решимость должна составлять не меньше 9 баллов. Вы должны сосредоточить все усилия на этом определяющем моменте, чтобы вы могли уверенно сказать, я точно знаю, где был, в какой день и с кем, когда принял решение измениться. Вы создаете долгоиграющее воспоминание, а это возможно лишь на основании сильных эмоций, и силой этих эмоций должна быть больше эмоций от предательства, тогда ваше тело откликнется. Вы буквально позволите своему телу эмоционально ощутить вкус будущего. Ваше тело буквально прочувствует вкус будущих событий. То есть вы испытаете будущее прямо сейчас. Точно. Большой взрыв в квантовом поле. Большой взрыв. В сочетании твердого намерения с возвышенными эмоциями ты как бы вспоминаешь свое будущее. Точно так же, как привык вспоминать прошлое. Ты думаешь, чувствуешь эмоции от своего нового убеждения и смотришь, как начинает меняться твоя жизнь. Потому что фактически мы меняем нашу энергию. Изменишь энергию, изменишь жизнь. Наше убеждение больше не основано на том, что должно быть тяжело, трудно, и всегда чего-то не хватает. И когда мы наконец осознаем, что чтобы обрести изобилие, необходимо избавиться от своей старой личности, а это 95% того, кто мы есть, то побочным эффектом этого процесса станет ужасный дискомфорт. Ужасный потому что вы шагнете за пределы изведанного в неизведанное, того, что вы не в силах предсказать. Проще оставаться в нужде, в боли, страдании, продолжать рассказывать себе все те же знакомые истории, потому что в противном случае вы должны сказать себе «Я больше не буду жаловаться на отсутствие денег, осуждать других, говорить, что я не могу, недостоин, ничего не сработает». Все это должно уйти. Я не буду чувствовать себя недостойным, нуждающимся, обиженным, потому что все это поддерживает мою старую реальность. Так что речь по сути не об изобилии, а о том, кем вы станете. Процесс преодоления должен стать процессом становления. Многие люди, приступая к этому, хотят изобилия, исцеления, отношений, карьеры, мистического опыта, но на самом деле все они хотят целостности, умиротворения, целостности, потому что чувствуют разделенность. Когда вы нуждаетесь, вы нецелостны. Только представьте такое ощущение целостности, когда вам больше нечего хотеть. Вот над чем мы работаем. Тогда вы сможете по-настоящему наслаждаться закатом, по-настоящему наслаждаться едой, по-настоящему наслаждаться дружбой. Я общаюсь с очень обеспеченными людьми, с людьми, владеющими миллиардами, и очень многие из них говорят, мы несчастны, ужасно несчастны, потому что они не могут наслаждаться жизнью, но лишь этого они хотят. Люди хотят богатства, чтобы иметь возможность наслаждаться, делать, что они хотят, с кем хотят, когда и где. Это и есть свобода, так? То есть хотят они не денег или еще чего-то, они хотят свободы, только свободы. Существуют две парадигмы, опирающиеся на ньютоновскую физику, причинно-следственную. Любое произошедшее событие меняет нас внутри, а затем мы реагируем на это изменение состояния. И реагируя, мы начинаем функционировать под воздействием чего-то вне нас. Если с нами происходит что-то хорошее и мы реагируем на это положительно, то мы благодарны этому опыту. Но в любом случае мы являемся жертвами судьбы. Квантовая модель реальности утверждает, что разум и материя неразделимы. Субъективный разум каким-то образом влияет на объективный мир. Если собрать все воедино, то появится четкое намерение. ключ к переходу в состояние, когда ощущаешь, что это уже произошло, благодарность. Это эмоциональная подпись к тому, что событие свершилось. Поэтому если научить тело, каково это, когда событие уже произошло, и войти в контакт с ним, тогда тело, как бессознательный ум, не будет видеть разницы между переживанием, которое порождает эмоцию, и эмоцией, которую вы создаете одной лишь мыслью. И когда мы переходим в состояние бытия, в котором разум и тело работают сообща, а мысли и чувства согласованы, то в мозге и теле происходят биологические изменения, и мы переходим в состояние бытия. И когда мы в нем, Вселенная организует себя так, чтобы отразить это новое состояние бытия, у нас много доказательств того, что в момент трансцендентального переживания происходит нечто очень глубокое, человек взаимодействует с энергией, входя в такое состояние, он приходит на мероприятие, ощущая недомогание. Мы берем анализ крови в начале мероприятия и видим, что происходит с мозгом, что происходит с сердцем, и мы видим, что человек испытал глубокое переживание. Мы берем у него кровь и измеряем все последующие показатели. Если взять плазму крови человека и псевдовирус, похожий на SARS-CoV-2, или же настоящий вирус SARS, и поместить его в среду того человека, который пережил этот трансцендентальный момент, то мы увидим устойчивую сопротивляемость вирусу. Вирус не может попасть в клетки этого человека. У людей, которые только начинают заниматься медитацией и приезжают на недельное мероприятие, часть вируса попадает в клетку, а часть нет. Так возникает некий иммунитет. а все остальные заражаются. Так что мы знаем, что есть некий кофактор, возникающий, когда человек переживает этот момент. Мы провели обширное научное исследование и выделили тот самый белок, который не дает вирусу проникнуть в клетку. И если поместить его в инфицированную плазму контрольной группы, тогда все инфицированные станут неинфицированными. Это приходит не извне, а возникает в тех, кто пережил момент взаимодействия с единством, с целостностью. И будь то изменение энергии в крови или в освобождении белков, мы заметили, что существуют подобные мощные агенты. Когда это происходит, мы берем кровь и плазму этого человека и помещаем ее в раковую клетку. И в раковых клетках включаются митохондрии, энергетические центры клеток, и выкачивают много энергии, ведь они практически бессмертны. Если взять кровь и подставить ее в раковую клетку матки, то 75% энергии будет получено из митохондрий. Они имеют преимущество перед клетками. Возьмем плазму того же человека и поместим ее на нейрон с болезнью Альцгеймера и вырабатывающий амилоид. Произойдет значительное изменение экспрессии гена Альцгеймера. Затем подвергаем его кровь вариации. Лямбда-вариант, дельта-вариант, бета-вариант. Происходит то же самое. Он становится устойчивым к вирусу. И что это означает? Если задуматься, с научной точки зрения, это говорит о том, что происходит серьезное изменение в окружающей среде. Любой, кто увидит подобные изменения в экспрессии генов или изменения в биологии, скажет, «Боже мой, это говорит о том, что в окружающей среде произошли резкие изменения. Проблема в том, что человек сидит в номере отеля, а в номерах отеля мало что происходит, это не меняющаяся среда. Откуда же берутся все эти изменения? Информация из поля. У нас есть свидетельства о людях, которые обратили вспять все возможные события, создали богатство и испытали мистические переживания, и у нас есть доказательства наших научных исследований, а доказательства это главный аргумент. Аргумент, который меняет ситуацию. Так что же это за человек, который обучил себя больше не быть жертвой окружающей среды? Если я скажу тебе, «Эмилио, что с тобой?» и ты скажешь «Мне грустно из-за того-то или того-то», то я отвечу «Ты имеешь в виду, что этот человек или обстоятельства влияют на твои чувства и мысли?» Все, что управляет нашими чувствами и мыслями, делает нас жертвой. Когда все хорошо, вы чувствуете себя хорошо, а когда все плохо, вы чувствуете себя плохо. А если вам плохо, то вы ищите что-то, что поможет вам избавиться от этого чувства. зачем-то гнаться. Реакция многих людей на окружающую среду ослабляет их организм. Реакция на стресс ослабляет организм. В краткосрочной перспективе это не страшно. Любой организм с этим справится. Но в долгосрочной это приводит к уменьшению ресурсов жизненной энергии в организме. Нет энергии для лечения, нет энергии для роста и восстановления. Итак, что мы предлагаем? Когда человек перестает быть жертвой своего окружения и понимает, что он его творец, его реакция на окружающую среду не ослабляет его так сильно, ведь он умеет контролировать себя и меняться. Он будет менее восприимчив к влиянию окружающей среды и создаст жизнь. Жизнь, наполненную смыслом, что важно таким молодым людям, как вы. И вы начинаете видеть, что вы сами создаете свою жизнь. Каждый раз, получая обратную связь от Вселенной, Эмилио, продолжай идти, не опускай голову, продолжай идти, ты достигнешь чего-то большего. Вы будете убеждаться в том, что вы не жертва своей жизни, а ее творец и те, кому это удалось. Они не ставят вопрос, как научиться реагировать. Они учат нас выходить из этого состояния и возвращаться в гомеостаз, возвращаться к балансу путем самоконтроля с открытыми глазами. Они так хорошо научились это делать, медитируя с закрытыми глазами, что теперь могут делать это с открытыми глазами. Это совсем другой уровень. Я замечаю, что многие стали слабее реагировать на окружающую среду. Они стали меньше зависеть от нее. И побочным эффектом этого являются колоссальные изменения в нашей биологии. Колоссальные. Я могу прямо сейчас с уверенностью сказать, что если люди возьмут на себя обязательства скажем 7 дней посещать наши мероприятия то точно вам говорю, что в организме произойдет очень много биологических изменений. У нас есть тому доказательства. У нас очень большие надежды на человечество в связи с тем, что мы открываем. Мы уверены, что нам все дадут или мы сможем получить все, что пожелаем. В этом нет ничего плохого. Это очень здорово. Это замечательно, но в творческом процессе приходится выходить за рамки времени, если вы хотите творить. Ведь пытаясь предсказать будущее и романтизируя прошлое, вы не находитесь в настоящем моменте. Знакомое прошлое это то, что нам известно. Предсказуемое будущее это то, что нам известно. Настоящий момент это неизвестность. Именно в нем существуют все возможности. Так что да, нашей трехмерной реальности и технологиям свойственно, что больше событий происходит за более короткий промежуток времени. Разумеется, существует некая энергия, присущая множеству вещей. И на мой взгляд, эта энергия подпитывает того, кем вы хотите быть. Вот во что я верю. Так что если вы хотите быть жертвой, приготовьтесь, потому что так оно и будет. Ведь эта энергия становится более доступной. Если вы хотите исцелиться, вау, сейчас многие исцеляются и они используют эту энергию в позитивном ключе. Так что да, происходит ускорение и возникает довольно большой контраст между тем, что происходит в реальности. И чем он сильнее, тем более неустойчивой становится система. Правительство, журналистика, образование, религия, медицина, все рушится. и всем ясно, что это необходимо для возникновения нового сознания. Но мы не можем противостоять этим изменениям, потому что мы только усугубим хаос. Мы должны быть расслабленными и бодрствующими, а не напряженными и бессознательными. И у нас есть данные, показывающие, что когда вы расслаблены и бодрствуете, с вами происходит удивительные вещи. Вы не в режиме выживания, стресса, не следуете программе. Итак, для того, чтобы создать что-то новое, мы должны находиться в настоящем моменте и быть вне темпа, когда все движется очень быстро. А технологии, к сожалению, мешают людям думать самостоятельно и думают за них. И меня это беспокоит, ведь я никогда не указываю людям на то, что им думать. Я хочу, чтобы они думали сами. Я считаю, что нам очень важно думать самим. Да, существует некое энергетическое ускорение, но мне кажется, что оно просто отражает то, кем вы являетесь. Так что управляйте моментом и учитесь быть творцом. Я уверен, что произойдет много удивительного, и это именно то, чему мы вновь и вновь являемся свидетелями. Научные данные подтверждают, что вы больше, чем вам кажется, более могущественны, более неограничены. Мы вновь и вновь получаем данные, которые подтверждают это. И свидетельства сотен людей. Люди, болевшие раком, стоят на сцене, полностью излечившись. Мы наблюдаем рак четвертой стадии в костях, органах, печени, легких. Метастатический рак, как правило, он так просто не уходит, но его следов нет даже в костях. И это было не раз, не два, это повторяется вновь и вновь. На одном мероприятии было два слепых человека. Если ваша личность складывается из того, как вы думаете, как действуете и как вы чувствуете, а это так, вы перестаете думать одинаково и нервные клетки теперь разъединены. Каждое место, где один нейрон соединяется с другим нейроном, называется памятью, поэтому размыкая связь, вы убираете контуры в мозгу, связанные со старым я. И память о старом я начинает мутировать, начинает меняться. Вы спросите, а где же хранится эта память? А хранится она теперь в душе, в виде мудрости, потому что вы уже не тот человек, согласны? И если вы больше не можете вести себя так же, как раньше, а нервные клетки не работают вместе, тогда ваша память о прежнем я начнет меняться. И подобная биологическая смерть сперва доставляет многим дискомфорт, не испытывая больше тех эмоций, которые удерживают вас на связи с прошлым, ваше тело тормозит процесс, оно жаждет химических веществ, потому что оно было приучено к ним, у него была зависимость, разум предвосхищает события и эмоции от этих событий, а вы тормозите этот процесс, и это некомфортно, нужно оставаться в сознании, а это требует огромного количества энергии, и вы больше не подаете сигналы тем же генам и не вырабатываете те же гормоны, и разум больше не влияет на ваше тело тем же образом, а иногда разум самый большой враг тела, а вы тормозите этот процесс, и тело, ставшее разумом, хочет идти своим путем, меняться некомфортно, и чтобы по-настоящему измениться, нужно быть способным стать выше этого, и все, кто изменился, столкнулись с этим чувством, почти каждый сделал этот выбор, и они рады тому, что сделали его, но для этого требуется огромное количество энергии и осознанности. Итак, по мере того, как старое я разрушается, у вас появляется свобода воли, чтобы решать, кем вы хотите быть в определенный момент времени, и если ваша жизнь не меняется, а вы хотите изменить ее, вы обязаны измениться, и теперь вы участвуете в игре, и говорите себе, это личность, человек, которым я являюсь, я привык быть им, но хочу стать кем-то другим, и чем больше вы узнаете о любви, о жизни, чем больше вы узнаете возможностей и потенциале, тем больше возможностей у вас появляется, и все благодаря знанию, и поэтому старое я это воспоминание как о другой жизни, как будто вы помните о ней, но она вас больше не интересует, потому что она больше не определяет вас, многие ли понимают, о чем я говорю? Итак, биологическая смерть старого я, это переход через реку перемен, и необходимо пробыть в ней достаточно долго, чтобы стать кем-то другим, и вы думаете, что дело в богатстве, что дело в здоровье, а дело в том, кем вы становитесь. Люди, которые становятся кем-то другим, видят разительные перемены в своем здоровье и в своей жизни, и не могут найти слов, чтобы объяснить это. Но это происходит. Если вы действительно хотите изменить свою жизнь, вы должны изменить себя, вы должны осознать свои мысли, свои действия и эмоции, и вы никогда не оступитесь. А если оступились, то остановитесь и исправьтесь. Если вы действительно хотите эволюционировать, но говорите «Всему виной тот человек», я отвечу, вы вернулись к бессознательной программе, позволяющей вашему окружению управлять тем, что вы чувствуете и думаете. У вас два варианта. Оставаться в том состоянии еще шесть часов, или остановиться и изменить энергию. Измените свою энергию и вернитесь к эмоциям и чувствам своего будущего. Там гораздо лучше. Подумайте об этом вместе со мной. Вы можете провести прекрасную тело на будущее. Или же вернуться к своим чувствам, к прежнему себе, к мыслям о прошлом. Эта часовая медитация сможет повлиять на весь остальной день. Вы должны начать практиковаться. Сперва нужно делать это с открытыми глазами. Мысль о том, кем мы хотим стать, должна мгновенно порождать это ощущение. Другими словами, мысль о своем будущем должна вызывать чувство, что оно уже наступило, а не чувство нехватки из-за того, что оно еще не наступило. Многие ли это понимают? Те, кому удается настроить свое тело на будущее, говорят, «Я не знаю, как это произошло. Мое тело словно направляли». Ваше тело будет следовать за разумом к неизвестному так же, как оно следует за вашим разумом в туалет каждое утро. Но вместо чего-то известного это будет неизвестность. Вот на что тратится ваше внимание и ваша энергия. Говорю вам, не важно, во что вы верите, не важно, какого цвета ваша кожа, что вы едите, мне все равно, это не имеет значения, я видел это во всех проявлениях. Таким образом, мысль о будущем, если она обдумана если же при мысли о будущем возникает ощущение, что оно еще не наступило, то вы все еще находитесь в своем прошлом и ничего не изменится. Поэтому вам нужно регулярно открывать свое сердце, чтобы чувствовать эмоции будущего того, как оно наступило. Поверьте, в вас многое меняется с точки зрения биологии и если делать это достаточно раз, то вы станете таким человеком. Мысль об этом порождает ощущение, что это уже произошло. Так вы узнаете, что приблизились к цели, независимо от того, что происходит в вашей жизни. Именно тогда вы овладеете собой и своей жизнью. Я путешествую по миру и имею возможность общаться с самыми разными людьми. И одна из вещей, независимая от убеждений людей, политических, религиозных, заключается в том, что люди чувствуют, что что-то не в порядке. И наступает момент, когда вы понимаете, что не позаботятся о вас. Но кто же тогда позаботится? Ответ вы сами, верно? Поэтому моя цель в том, чтобы дать людям средства и понимание того, что они могут исцелить свое тело, что они могут создать для себя лучшую жизнь и преодолеть прошлые травмы, возникшие еще в детстве. которые, как правило, являются бессознательными программами, заставляющими нас повторять одни и те же сценарии в своей жизни. Научить людей проживать мистический опыт, чтобы он изменил их взгляд на реальность. Сейчас удивительный момент в истории, ведь сознание это осознание, а осознание это внимание, наблюдение. Вот пример. Человек живет, у него диагностируют заболевание, и он осознает, что у него есть только определенное количество вариантов действия, основанных на прошлом, на традициях, на том, что помогло другим. Но что случится, если человек перенес химиотерапию, операцию, облучение, веганскую диету, безглютеновую диету, кетогенную диету и прочее, а заболевание все равно осталось, никуда не ушло, тогда возникает вопрос, если наша личность создает нашу собственную реальность, а личность это то, как мы думаем, действуем и чувствуем, тогда личность, которая слушает этот подкаст, создала то, что мы называем жизнью. Не бывшие, не родители, не культура, а мы сами создали свою жизнь. Главный вопрос звучит так. Если я хочу изменить свою жизнь, означает ли это, что я должен измениться? Ничто не изменится, пока я не изменюсь, верно? Человек, который прошел через все эти процедуры и все равно страдает от недуга, говорит, должен быть другой способ. Должно быть что-то еще. Знание, информация. Когда мы усваиваем знание, усваиваем информацию, мы создаем новые связи в нашем мозге. Это и есть обучение. Мы создаем синаптические связи. Но эта философская, теоретическая, интеллектуальная информация лишена опыта. Тот, кто принимает знания, персонализирует, демонстрирует, инициирует их, заинтересован в истинности переживания этой информации. Таким образом, человек, который осознает, что он действительно может исцелить себя, изменив образ мыслей, также образ действий и образ чувств, что если я в качестве эксперимента перестану думать как раньше, действовать как раньше, чувствовать как раньше. И если начать думать о том, какие мысли укрепляют мозг, и если делать это с намерением и усердием, то начнется установка нейрологического оборудования, и оно станет словно программа, новый голос в голове, который переходит от «я не могу» к «я могу». Никакой магии. Спросите себя, что для меня значит величие, что для меня значит любовь, как я могу сильнее выразить себя в том, что я делаю. Оказывается, если закрыть глаза и прокрутить в голове любой момент вашего дня, если делать это осознанно, то мозг не увидит разницы между внутренним воображаемым переживанием и внешним реальным. Мозг думает, как будто он уже пережил это. Проделайте это достаточное количество раз и аппаратное обеспечение превратится в программное, и вы начнете вести себя как другой человек. Так поступают суперспортсмены. Музыканты, спортсмены, танцоры, все, кто в чем-то хорош, постоянно так делают. Репетиция также важна, как и физическая демонстрация. Это тренировка мозга, потому что мозг это запись прошлого. Теперь вы фактически создаете карту будущего. Вы создаете схемы взаимодействия. Если вы скажете «Боже, я всю жизнь живу с чувством вины, я не знал, что это вина», или стыд, или недостойность, несамостоятельность, небезопасность, страх, и вдруг вы смотрите на эту эмоцию, вы понимаете, что она подавляет регуляцию генов и вызывает болезни. Вы понимаете это, вы считываете это. Этот факт обретает смысл. Вся ненависть, весь гнев, вся горечь, которую вы испытываете кому-то или чему-то в своем прошлом, удерживает вас на связи с прошлым. Вы спросите, могу ли я эмоционально научить свое тело тому, каким может быть новое будущее, прежде чем оно наступит. А не ждать, пока я почувствую изобилие, пока в отношениях я буду ощущать любовь, не ждать исцеления, чувство благодарности. Это старая модель реальности, причина и следствие. Суть в том, чтобы вызвать эффект. Оказывается, если повысить уровень эмоционального состояния и поддерживать его, то тело перестает видеть разницу между реальным жизненным опытом, вызывающим эту эмоцию, и эмоцией, которую вы создаете одной лишь мыслью. Ваше тело считает, что живет в новой реальности, в новой среде, а среда подает сигнал генам. Конечным продуктом переживания является эмоция. На самом деле, этот человек подает сигнал генам, опережая окружающую среду. Гены создают белки, а белки отвечают за структуру и функции организма. Экспрессия белков это проявление жизни. Каждый день человек практикует переход от старого я к новому. Человек перерождается, он становится кем-то другим. И как по волшебству, болезнь существует в прежней личности. А здесь появляется новое. Вот тут-то и приходит осознание. И вот этот человек приходит на семинар, стоит на сцене, перед полутора тысячами зрителей и рассказывает свою историю. И аудитория прислушивается к нему. Почему? Потому что они видят истину. Они видят истину. Они смотрят на живой пример на того, кто излечился от хронического заболевания. Я говорю о раке четвертой стадии, я говорю о болезни Паркинсона. Я говорю о редких генетических заболеваниях. И теперь слушатель в зале осознает возможности, которые раньше не подозревал. И когда он видит, что это возможно, это четырехминутная миля. Да, четырехминутная миля. Никто не думал, что можно пробежать милю за четыре минуты. Все считали, что это биологически, физиологически невозможно. Но тысячи четыреста человек уже сделали это, так что это и есть четырехминутная миля. Кто-то пробивается через ограничения, через уровень бессознательного и оставляет след в квантовом поле. Но в трехмерной реальности вы смотрите на такого человека, и он ничем не отличается от любого другого. Если он смог, то и я смогу. На мой взгляд, эго полезная штука, когда есть баланс. Например, если я развел костер на заднем дворе, а пламя стало слишком большим, и от костра полетели пепел и искры, эго скажет, Дэвид, отойди. Это самосохранение. Эго хочет позаботиться о теле. Если мы идем по скале и подходим к очень узкой тропинке, а высота там 300 метров, то эго скажет, держись ближе к стене, не подходи к краю, ты можешь упасть. То есть, эго в некотором смысле сопоставляет то, что мы знаем с тем, что не знаем, и это полезно. Проблема возникает, когда он управляется гормонами стресса. А стресс это выведение тела из равновесия. Это состояние фактически приводит к тому, что хоть вы и меняетесь, но существует разрыв между тем, как все выглядит, тем, как вы выглядите, и тем, как все обстоит на самом деле. Вы в измененном состоянии. В краткосрочной перспективе это замечательно, любой организм это выдержит. Но на длительном промежутке возбуждения, вызванное гормонами стресса, приводит к тому, что аналитический ум внезапно переходит на повышенные обороты. Эго усиливается, и мы становимся эгоистами. Вот что оно делает, оно заставляет нас быть самовлюбленными, эгоцентричными, важными, высокомерными, полными жалости к себе. Ведь при стрессе важно только одно, вы сами. Поэтому все внимание направлено на наше тело. Все внимание направлено на элементы окружения, и мы становимся очень озабочены временем. А когда мы в балансе, и в вегетативной нервной системе царит порядок, тогда мы здоровы. Стресс это выход из равновесия, вегетативное нарушение, и тогда вы перестаете быть целостным, вы отделены от всех и всего в своей жизни, и меньше доверяете другим. Вы закрываете свое сердце. Включается ген выживания. Вам плохо удается общаться, вы думаете о том, как добиться желаемого, как стать тем, кем вы хотите, как стать первым, но через призму гормонов стресса. Таким образом эго выходит из равновесия. Вот что самое интересное. Если человеком движут гормоны стресса, и он не знает, как это изменить, то он не может управлять собой. Опять же, дело не в реакции, а в том, сколько будет длиться реакция. Если человек не знает, как это делать, проблема многих в том, что они начинают анализировать свою жизнь с позиции беспокоящей их эмоции. Эмоции это запись прошлого. И вот что регулярно показывают снимки мозга. Анализируя происходящее в эгоистическом ключе, работа мозга в 100% случаев, что приводит к плачевным последствиям для вашего тела. Вы сидите на зум-звонке, ваше сердце сильно колотится, и вы улыбаетесь, глядя на человека, мечтая лишь о том, как убить его. При этом вырабатываются химические вещества, нужные для выживания. Но вы не бежите, не боретесь и не прячетесь. В результате сердце качает кровь под сильным давлением, и вегетативная нервная система, координирующая работу всех остальных систем организма, выходит из равновесия, и это приводит к болезни. Главный вопрос, могу ли я заменить страх? Могу ли я заменить гнев? Могу ли я заменить чувство зависти? Могу ли я заменить разочарование, обиду, нетерпение, враждебность, безнадежность, бессилие на положительные эмоции? Могу ли я научиться снижать уровень гормонов стресса и проявлять положительные эмоции? Оказывается, можете. И вот главный момент. В глубине сердца вы не так уж эгоистичны. Более того, при снижении кровотока выделяется окситоцин и окситозота, и возникает желание отдавать, думать о других. Вы ведомы своим сердцем, вы не отделены ни от кого, вы функционируете как часть целого. Поэтому я думаю, что мы, как люди, должны научиться жить с возвышенным состоянием сердца. А если мы вновь переключимся в эмоции выживания, то главное уметь управлять собой и добиться такого мастерства в медитации с закрытыми глазами, что вы сможете делать это с открытыми глазами, вот именно тогда все становится очень-очень важным. Когда люди усердно трудятся, медитируют и борются со своим естеством. Боже, я хочу, чтобы так и было. Я хочу, чтобы они боролись со страхами на наших недельных семинарах. Я хочу, чтобы они боролись с нетерпением. Я хочу, чтобы все эти возникающие мысли «Я не могу, я никогда не изменюсь, это слишком трудно». Я хочу, чтобы они осознавали эти мысли и хочу дать инструмент, позволяющий понять, что по ту сторону этих мыслей, по ту сторону желания встать и уволиться, по ту сторону эмоций, удерживающих и в прошлом. Если человек готов побыть наедине с самим собой, и вместо того, чтобы встать и бросить все, научиться самоконтролю и согласовать работу мозга и сердца, то я гарантирую, что всякий раз, делая шаг вперед и побеждая, эти победы будут мощнее. Какой эффект это дает? Вы снова живете нормальной жизнью и не нуждаетесь в рывках. Почему? Потому что вы преодолели часть своей агрессии и гнева, медитируя со своим телом. Словно натренировали животное, собаку или, я не знаю, слугу, быть осознанным, быть большим, чем тело, быть умом, исполнять волю, которая выше этих бессознательных программ. Мы обнаружили, что когда люди находят какую-то формулу, когда они возвращают тело в настоящий момент, оно начинает высвобождать энергию. И сразу же уходит разочарование, уходит нетерпение, а неизвестность, которая обычно пугает многих, становится настоящим моментом. Вы видите побочный эффект этого? Человек становится более осознанным, он менее озабочен всем тем, на что люди тратят большую часть своего внимания. Итак, вы преодолеваете эго, вы преодолеваете личность, в этом нет ничего плохого, вы просто учитесь контролировать это. По мере закаливания тела и ума эго становится менее эгоистичным и более бескорыстным. И это приводит к тому, что окружающие говорят, «Эй, посмотрите на Дэвида, у него получается, я тоже попробую, раз у него получилось». Исследования и нейронаука говорят, что если вы общаетесь с людьми, которые что-то делают, то ваш мозг синхронизируется, и вы делаете то же самое. Это называется эмергентность. Птицы летят в одном направлении, косяк рыб, плывущих, как единый разум и сердце. Изучая вопрос, многие ошибочно думают, что есть один лидер, за которым все следуют, что все идет сверху вниз. Но это не так. Все идет снизу вверх. Мы все лидеры. Поэтому способ изменить мир заключается в том, что нужно работать над собой. Я буду работать над собой, нужно показывать себя с лучшей стороны. А когда мы не в лучшей форме, мы не корим себя, возвращаемся в это состояние, а потом вновь представляем себя миру. Я думаю, что сейчас наступил важный момент в истории, когда людям нужны инструменты, чтобы справиться с жизненными трудностями. Вы досмотрели это видео до конца, и я хочу вас поздравить. Потому что большинство начинает и не заканчивает. Большинство не проходит путь до конца. Большинство людей говорят, что хотят чего-то, но ничего не делают, чтобы это получить. Но это не про вас. Вы особенные. Вы верите в себя. Вы досмотрели до конца, и я люблю вас. В комментариях оставляйте хэштег «Верь». И в будущих видео, где-то на экране, я постараюсь разместить ваш комментарий, потому что вы потрясающие. До скорых встреч. Друзья, если вам понравилось это видео, то вы, возможно, захотите посмотреть и другие видео об успешных людях. Подписывайтесь на канал, и вы увидите то, что вдохновляет меня в других, и что я применяю в своей жизни и бизнесе. И оставляйте свои комментарии внизу.